друзья здравствуйте с вами владимир баев ко мне приехала машина на ремонт вот такая вот это как называется машина volkswagen 3 гольф вот volkswagen 3 гольф вот стоит у нее карбюратор вот такой вот это уже все здесь отремонтировано вот когда хозяин приехал ко мне он мне сказал что вот этот карбюратор стоит солик 73 и причем на нем набито что это солик 73 когда я разобрал по факту оказался это 53 карбюратор машина это какого года 93 30 лет уже 30 лет вот кстати покажу вам вот это хозяин машины зовут александр такой очень скажем умелый мастер мастер на все руки кондиционеры делает и балконы делает все что угодно вот ездить вот на такой машинке в 30 лет уже машине этой но тоже вот по карбюратору были проблемы всякие тут и дроссиные заслонки заедали и провал был прям при разгазовки все дела были но дело не в этом дело вот в чем вот этот карбюратор я собрал он уже полностью отремонтированный и в этом карбюраторе сделаны доработки последнего поколения и вопрос вот у меня возник еще мы ничего не знаем ничего не проверяли вопрос значит такой вот как отреагирует двигатель вот этой машины на карбюратор с доработками кстати объем мотора такой 18 75 лошадей вот пробег тоже тут очень серьезный мотор практически холодный еле теплый так ничего заводи давай посмотрим как заведется вот запустился двигатель сейчас газу чуть-чуть никаких провалов нету так ну-ка посмотрим я сейчас подсос вытащил убрать ах ты не видно так вот так вот но это на подсосе сейчас мотор работает потому что мотор очень холодный так но сейчас поедем на дорогу и спросим у машины как она себя чувствует вот с таким карбюратором но от выехали на дорогу сейчас посмотрим как машина будет разгоняться у нас как ехать будет вот здесь на кольце вот стоит знаменитая вазовская стрела такая называется водья кто в тольятти был знает вот так сейчас по кольцу поедем по кольцу по кольцу не я но сейчас увидел да сейчас набрал вот я сейчас вот просто сижу на месте пассажира я вот чувствую каждый нажим педали газа машина отзывается вообще так тут сейчас разворот должен быть в левый ряд становись и сильно не разгоняюсь тут а вот здесь развороты Ну, что сказать, моторчик 1.8 тоже как бы чувствуется. Тащит очень уверенно машина. Ну, с доработками, да, он стал намного лучше работать. Мне прямо нравится, поет, едет, поет, просто здорово. Вот буквально прям проехали несколько минут. Тут вот хозяин уже почувствовал разницу. Так, вправо, в крайний правый ряд перестраивайся. Еще правее. Вот сейчас это, уедем просто, кольцо объезжает здесь дорогу, и все. Так, в крайний левый ряд перестраивайся, то есть ветофоры. Там разворот дальше будет. Пацаны офигеют. Так, тут осторожненько, тут бывают такие и носятся. Не, я сам люблю быструю езду, все вот это. И я доволен, долетит. Будем подрывать, будем всех обгонять, будем всех делать. Ну, конечно, это шутка, понятно. Да, шутка шутка, но я имею в виду, прямо это чувствуется. Чувствуется, что машина хочет жить, хочет петь, что она еще молодая, не 30 лет. Вот это самое главное. Да, вот здесь где-нибудь останови. Так, мотор только не глуши. Так, вот давай сейчас покажем. Сейчас я отстегнусь, подожди, вот так. Так, вот тахометр там видно. А сейчас я фонарик включу на это. А вот у меня есть фонарик, сейчас я вытащу. Так, вот тахометр видно. Так, теперь выключи свет. Так, вот тысяча оборотов. Чуть-чуть выше там, 1050, наверное, максимум. 1020. Теперь включи свет. Ну, чувствуется, мотор берет нагрузку. Обороты чуть-чуть просаживаются. Но в любом случае обороты держат очень ровно. Так, а теперь газни так чуть-чуть. Посильней. Посильней, да. Вот очень ровно держит обороты. Так, ну все, заглуши. Блин, волоси супер. Так, ну тут вечером снимаем. Не очень-то и видно. Так, ну вот, во-первых, как машина с места трогается? Да, она подрывает, она летит. Она, это, класс. Есть чувство, что она легко так набирает. Да, легко, легко, легко. Прямо, я не знаю. У меня до этого как будто меня за задь держали прямо. Ну, что, карбюратор был не настроен уже. А сейчас этого чувства нет. Сейчас чувство, что пинка, наоборот, дают. Она летит и едет. То есть, вот по отзыву хозяина получается, что вот эти доработки на карбюраторе Solix, они и для Volkswagen тоже оказалось, что очень даже хорошо чувствуют машины. Как я говорю, вот эти доработки машина приняла. Причем даже с учетом, что это 53-й карбюратор. Да, вот с учетом, что это 53-й. Хотя здесь вот по идее должен стоять 73-й карбюратор, потому что мотор 1800, 53-й как бы немножко маловато. Но, в принципе, пойдет, он будет прекрасно работать. Но, опять же, хозяину, когда продавали вот этот карбюратор, он его новый покупал. Ему продали как 73-й, я уже говорил про это. И набито на нем все 73-й, и все. Когда глянул по факту на 53-й карбюратор, ну, ладно, что же, сделаем 53-й. Пусть ездит человек, пусть радуется. Так, и подведем, значит, итоги тогда. Ну, по итогам я доволен, как она едет. Ехать, она, я не знаю, так, по-моему, и не ездила никогда. Вообще, ну, переделки чувствуются. Переделки в лучшую сторону. Одни только плюсы. Люди, приезжайте. Володя делает чудеса с машинами, с карбюраторами. Вот такой вот завхозяина. Ну, все, друзья, на этом все. Всем удачи на дорогах. И до следующих встреч. С вами был Владимир Баев. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...